68-летняя женщина отправила незнакомцам за полгода 1 миллион 10 тысяч рублей. Она заказывала лекарства, о наличии которых узнала по радио из рекламы фирмы, предлагающей медицинские товары. Вскоре ей на домашний телефон позвонил мужчина и сообщил, что товар, который она приобрела, был продан по завышенной цене. И теперь ей полагается денежная компенсация. Но для ее получения необходимо перевести на указанные счета определенное количество денег. Женщина совершила около 20 переводов различными суммами от 20 до 200 тысяч рублей. В марте 2016 года в следственном управлении города Кургана было возбуждено два аналогичных уголовных дела по факту мошеннических действий, в результате которых были причинены материальные ущербы в особо крупном размере и в крупном размере, а именно свыше 1 миллиона и порядка 700 тысяч рублей. Второй жертвой мошенников стала 76-летняя пенсионерка. Она хотела возвратить часть денег за приобретенный товар через интернет. Злоумышленники звонили несколько раз и поясняли, для того, чтобы получить компенсацию за недоброкачественный товар, ей необходимо заплатить госпошлину. Женщина поверила звонившим и перевела более 700 тысяч рублей на указанные номера. Потерпевшая копила эти деньги на сберегательной книжке в течение трех лет. Что касается эпизода, где миллион с лишним денежных средств было переведено, то с ней разговаривали практически все. Сначала это были представители данной фирмы, потом звонили представители Сбербанка России о том, что поступили денежные средства в банк, нужно застраховать счет. Для этого нужно было тоже перевести денежные средства, что она тоже впоследствии сделала. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам.